Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Герман Эль Классико, а сегодня в студии. В студии? Блин, я не туда приехал, я к тебе на хату ехал. Артём Нечаев и Герман, как обычно, вам сейчас обозрят матчи 1-4 финала, кроме Амкала, потому что Амкал вы и так уже хорошо просмотрели, но, естественно, еще три матча были в ветке 1-4, и какие команды вышли в полуфинал, вы узнаете прямо сейчас. Амкал упрямлял Роме, мы очень-очень грустны, поэтому... Но очень счастливы, что Ромарой не забил. Короче, матчи другие. Не думаем об Амкале, Амкала больше нету. Вы знаете матч, счет матча Рома-Амкал. В этой же ветке Рома вышла в полуфинал, и кто выйдет против Ромы? Мы сейчас посмотрим. Матч был Sports.ru против Tudrods. Sports.ru занял второе место в своей группе, Tudrods, соответственно, третий. Sports.ru более как лидер, потому что он заработал больше очков в своей группе и Tudrods, которые заработали поменьше. Ребята, я сам додумался, мне никто не подсказал, что совершенно точно нужно набрать 100 тысяч лайков, и это, естественно, будет показателем вашей активности, вашей любви к этому турниру, а если вам нравится этот турнир, то мы делаем больше контента по этому турниру. 100 тысяч лайков, и сразу начинается работа над следующим обзором, над следующим матчем, над следующим турниром вообще. Да, мужик, извини, я уже пообещал. Очевидно, что все, наверное, ждали, что и Амкал выиграет, и Tudrods, потому что все хотели увидеть это противостояние. Мы, к сожалению, свой матч проиграли, а вот сейчас переходим к игре, которая нас ожидала на стадионе Металлург. Тудрос и Спортс.ру, обе команды играют в синей форме, поэтому решено было, что Спортс.ру просто наизнанку наденут свои формы, потому что внутри они оказались беленькими. Просто еще забавная история о том, что мы привезли туда манишки, но... Они были синие. Они были синие, как не странно. Вот, и случайно произошел небольшой затуп, но так или иначе Спортс начинает с атаки. Могу отметить, что дозаявлено было трое игроков у Tudrods. Ой, смотри, в те ворота залетел мяч на соседнем поле. На соседнем поле, так есть. Среди них очень выделяется Эйтан, если я не ошибаюсь. Это вот парень с прекрасной прической большой, который будет часто попадать к вам в кадр. Виталий Денисов, который заявлен был изначально на турнир. А, он изначально был заявлен? Да, он изначально, он хоть и не приезжал, но был заявлен. Вот, падение, крапа и назначается штрафной удар. Кстати, Виталия Денисова мы хорошо запомнили в профессиональном футболе как крайнего защитника. Но тут он отыгрывал центрального защитника у Tudrods, чтобы руководить вообще всем построением и в начале атаки, и в защите. Да, совершенно верно. Также в атаке был новичок команды Tudrods. Это Кутузов. Кутуз более известный для меня, потому что играл я с этим товарищем в КФК когда-то за каид-спорт. Это такая уже чуть-чуть более профессиональная карьера. Каид-спорт. Ну, сейчас уже может быть. Тем не менее, он был главным форвардом. Такое прям супер действующее лицо в атаке. Но у спортца в этот день приехали не все, так как кто-то играл до этого на LFL, кто-то... На Google Lengo, на FFX, SSR. Ну, в общем, не удалось спортцу в полную силу сыграть этот матч, потому что собрались они не все. И вот мы уже видим, что Крапивников открывает счет в этом матче, забивает очередной гол и продолжает свою гонку в списке бомбардиров. Да, но тут на дальнюю штангу была передача. Я не знаю, была скидка прямо на Крапивникову или больше помог Рикошет, потому что в ногу просто попал нападающему, наверное, Кутузу мяч. Да, и вот вроде бы он специально отдавал. Убил или отдавал, да? Это вопрос. Напишите обязательно в комментариях, как вам кажется в этом эпизоде была передача или все-таки попытка ударить. Вот ответ спортца. Хороший. Да, хороший ответ. В целом, да, sports.ru атакуют так же, как мы запомнили их в группе. Они очень организованно обороняются и небольшими группами, но очень техничными и быстрыми игроками стараются поймать свою удачу, свой момент у чужих ворот. Тут Ротс, естественно, тоже играет в своей манере, больше атакует. У них техничные и быстрые тоже игроки впереди, но они более большим количеством игроков атакуют всегда на чужие ворота. Ну, мне вот как раз, я пообещал просто представителю спортца сообщить, что у них не было четверых ключевых игроков, вот, в том числе и центральных защитников. Ой, какой опасный удар. Был ощущение, что ребята, те, кто присутствуют, немножко поднаелись, потому что у них до этого, опять же, повторюсь, была игра, вот. Но Тут Ротс вышли суперзаряженными. Ребята со штрафных, мне кажется, что пока что по моментам, вот, да, это... Ой, сколько вообще передач было. А, это офсайд, офсайд, да. Да, и как раз нападающий спрашивает Богдана, зачем он как бы трогал мяч, мяч летел, видимо, в ворота, и если бы он не тронул, это был бы чистый гол, он не находился в офсайде. Вот он, Кутуз в атаке, такая полупередача, полудар, здесь падение, мяч на ленточке. Полупадение, тоже полудар. И, естественно, Крапивников снова там, где нужно. Это дубль, это дубль. Краб стреляет редко, но метко, да, то есть у него нет такого, что он забивает в каждом матче, но если забивает, то сразу пачками. Похоже, надо было не Дружука, а Крапивникова брать в офкал, просто и все. Вполне вероятно, но есть такое ощущение, что Краб мог не уйти, учитывая, что Тудроц играет в четвертфинале. Да, и учитывая, что Краб Пивников является капитаном команды в этом матче. Играет достаточно хорошо, потому что 2-0 ведет его команда, но Спорт, смотри, какая контратака. Ловит на ошибки. Да, нужно забивать, и это гол. 2-1. Да, совершенно верно. Сокращает от саваня Спортс.ру от Тудроц. По ощущениям казалось, что, ну и было видно, что, ну Спортс.ру, ну Тудроц, да, явно заряженный, как ты сказал, а Спортс.ру вышла, как будто команда не та, которую мы видели в групповом этапе, к сожалению. Ну, как минимум не та, которая играла сам Кал. Да, ну то есть было такое ощущение. Не, ну с ничего обычного они тоже очень хорошо сыграли. 2-2 тогда счет был. Здесь не забивается гол. Это, кстати, второй тайм уже показывается. Здесь на дальний, ну надо было, конечно, забивать. Момент стопроцентный практически был. Скоро будет еще, по-моему, стопроцентный такой момент. И конфуз будет в том, что опять-таки не будет забить гол. Но тут, кстати, уже второй раз я вижу у Тудроц, они пытаются ударить, но получается очень хороший прострел на дальнюю штангу. Ну то есть в целом у Тудроц получалось все. Это был очень хороший для них день. И вот как раз еще один стопроцентный момент, когда с притыку нападающий бьет и попадает в штангу. То есть очень много везло Спортс.ру. И они могли зацепиться за эту удачу. Но, как я уже и говорил, Тудроц, ну реально чисто их был день. У них очень многое получалось. И хорошую, красивую игру они показывали. Видим мы, что у Тудроц гораздо больше моментов. И вот все-таки нападающий Кутуз забивает свой первый гол за Тудроц. Наконец-то у него это получается. Потому что были моменты, были удары. И, наверное, не самой простой ситуации у него, наоборот, удалось все-таки отличиться. Итого счет 3-1. И здесь, наверное, происходит один из самых красивых. Я знаю, что мы каждый тур это говорим. Но случается гол, который явно будет претендовать на звание лучшего гола этого турнира. Я уже готов подготовить этот список. Степа забивает, ну просто сумасшедшую. Прям в самую-самую девятку перекидывая в артеря. Это очень красиво. И здесь фол, фол достаточно опасный. Да, что будет небольшая встряска между командами. Поговорят они друг с другом на повышенных тонах. Но, по-моему, плохим ничем не закончится. Просто обычный футбольный такой пихач пошел. Видим мы желтую карточку в руках арбитра. Будет ли она показана, сейчас мы узнаем. Почему это важно? Потому что если две желтые карточки, то есть там в четвертьфинале и в полуфинале, то человек потенциально может пропустить матч либо финала, либо матч за третье место. А арбитр успокаивает, успокаивает ребят, чтобы они немножко выдохнули, пришли в себя. И в конечном итоге, я думаю, всем интересно, да, будет. Да, есть две желтые карточки. Ну, собственно говоря, здесь все. Дисциплинированные такие, чтобы успокоить обе команды. Ничего не изменило в целом в ритме игры. Тудрос продолжали атаковать, проходили передачи. Удар хороший в створ. И вот у Некета получился просто потрясный удар. Вроде бы и не сильный, но он так шел в девять, что капец. Но мы, которые находились вживую на этом матче, просто болели, переживали. И были в шоке от того, насколько близок был Некет очередному голову. Хул на фланге разбирается с своим оппонентом. Да, но это, конечно же, штрафный удар. И очередная желтая карточка сейчас будет показана футболисту Спарца. Мистер Волосня. Я назову его так. Вот так ты, да, решила? Просто обзываться буду, да? Ну, а что, он из-под меня забил с углового тогда Амкало? Ну, получается, да, тогда все верно. Краб получает мяч, бьет. Нет, голый Некет. Некет добивать может. Тут такая неразбериха, но заметь, что каждый рикошет отлетает вновь игрокам Тудро. Тудро, еще, еще сохраняется. Очень долго в штрафной площади находится мяч. Видим этот момент снова удар вратарь. Добивание такое не получается. Еще один удар, опять вратарь. Ну, то есть, было ощущение, что скорее Тудро близок к увеличению разрыва в счете, нежели что Спорт отыграется. Спорт же вот такими вот полумоментами атаковал. То есть, какой-то, знаешь, такой выброс один, и после этого опять глухую оборону. Ну, уходили, можно отдавать направо. Ну, здесь, конечно, момент за моментом. Ну, понятное дело, из-за того, что Тудро очень часто атакует, очень быстрые силы кончаются у линии обороны Спорт.ру, и из-за этого появляется больше зон, больше моментов, меньше бдительность появляется у защитников. Подача в штрафную Кутузов головой. Ну, это, честно сказать, его фирменный. С передачи Крапивникова. Да, с передачи Крапа Кутуз делает дубль. Итого у нас есть дубль Крапа и дубль Кутузова. Это дабл-дабл, ребята! Дабл-дабл. Будем ждать, сделает ли дубль Степа, у которого уже забит один гол. Но счет уже становится неприлично большой. И Виталий Денисов у мяча. Всех качнул. Удар! Хороший, плотный удар. Ну, видно, что человек профессионал своего дела. Умеет он. Футболист он похожий, да? Похожий на то. Ну, уже какую-то такую позиционную. Вот Степа прорывается в штрафную. Пустые ворота. Тут уже положил защитника на паузе, сыгранный подальше. Это хит-трик. Это хит-трик. Хит-трик. Так Кутузов как с французами разобрался, так же и с просточкой ромб. Да, но этот Кутузов чуть лучше, ну, типа, чуть лучше видит, скажем так. Чуть-чуть больше у него обзора. Поэтому он сбивает много. Еще моменты не заканчивались. Они у ворот спортца. Тут и попытки передачи, и дальних ударов. Ну, в такой ситуации, когда твоя команда ведет 6-1, уже можно себе позволить немножко расслабленно поиграть. Крапивников проталкивает мяч, в воротаря попадает. О, я помню, я тут ругался на Крапивникову, потому что мяч выходил прямо на Мбаппе. И он в целом мог уже... Ой, смотри, смотри, там момент за моментом. Ну, Крапивников чисто настоящий такой футболист с инстинктом убийцы. Тут он не оставил мяч, видишь, на Мбаппе. Хотя Мбаппе уже замахивался, и, естественно, он хотел все закончить. Но и в целом закончил уже на втором. Но Мбаппе поучаствовал в этой атаке, отдал хорошую передачу дальше. На Ярше, по-моему, если не ошибаюсь, или это кто-то другой из ребят. В общем, по итогу Крапивников тоже делает хет-трик и опять... Трипл-трипл! Трипл-трипл Эйдж. А сейчас мы будем видеть, как Спортс пытается хоть чем-то ответить. Пытается хлопнуть дверью перед окончанием турнира для них. Ну, понятно, 7-1, очевидно, да, уже ничего не может поменять. Учитывая, что второй тайм сейчас подходит к концу в нашем обзоре. И удар будет с 11 метров. Ну, тут уже, знаешь, отбивай, не отбивай. Все равно голом больше, голом меньше. Зря вратарь ты считаешь отбил, как бы. Ну, зачем? Если отбивай, не отбивай, все равно все закончится. Победой ты драться. Ну, сейчас по такому счету, на самом деле, так и есть. Это все. Финальный свисток. И мы рады вам сообщить, что Тудротс в полуфинале, друзья, в полуфинале... Против Ромы они выходят. Они выходят против Ромы. Мы напомним, что это команды из одной группы. И Рома уже обыграла 5-2 в прошлые выходные Тудротс. И теперь будет интересно, чем ответит Тудротс. Учитывая, что они усилились. А Рома, мне кажется, с того момента немножко потеряла своих игроков, потому что они постепенно возвращаются в клубы. Еще было ощущение, что... Ну, по крайней мере, с нами Рома выглядел не так убедительно, как у себя в группе. Ну, потому что это мы не дали им играть, ты же понимаешь, как бы. Вы можете собрать все бонусы, о которых сообщает вам Ху в каждом из роликов. По этому промокоду. Не забывайте про нашего надежного друга OneX, который может подарить вам дополнительный интерес к любому спортивному событию. Ну, а благодаря современным технологиям еще и QR-код есть. Вы можете просто телефончиком как раз приложить, и все будет супер. Мы переходим к следующему матчу. Да, переходим в ту часть ветки, которую еще мы не знаем, как и что произошло. И мы смотрим матч StarMix против Fight Club. StarMix еще одни лидеры группы B. Fight Club команда, которая заняла усредненные позиции в группе A, и которая закончила свое шествие по группе благодаря победе над Амкалом уверенной 4-0. И тут мы видим тоже усиление у Fight Club в лице Пандоса. Еще один нападающий появился, яркий у игроков Fight Club GV. Здесь тоже ребята вышли играть в темной форме, поэтому... Но тут были манишки нужного цвета. Тут были манишки нужного цвета. Синие, разумеется. Видим мы, что игроки StarMix идут в атаку. Этот первый же эпизод у чужих ворот приводит к взятию ворот. Ух ты. Да. Команды Fight Club GV. 1-0. 1-0. Тарасюк забивает. Ну, не знаю, назвать это передачей вряд ли можно. Илай скорее пил по воротам. Мяч все равно дошел до него благодаря нему. Поэтому, наверное, лучше записать голевую передачу на Илая. Смотрим дальше. Ну, вдруг он за это нам даст билеты на концерт какой-нибудь. Хороший расклад получается. На концерт имена причем. Тогда мы можем все голы оставшиеся в матче изучить. Причем неважно какой команды. Видим мы, что StarMix атаковал много, атаковал опасно. И единственное, на что рассчитывали ребята из Fight Club GV, это угловые. Они уже показали, что в угловых они хороши. И вновь был сумасшедший момент. Удар практически воротарь уже был отыгран. И попадают в Сэма, в тренера. Потому что постоянно в Fight Club GV Стас обижается, что мы называем Сэма капитаном. Он именно тренером играющий. Капитан Сэм. Вот он. Тут битва прям за мяч была. Вообще бьются, убьют издалека. Fight Club GV. И с любой позиции пытаются вернуть статус-кво в этом матче, в этом счете. Ну, потому что здесь цена ошибки гораздо выше, чем в группе. Еще один удар опасный. Ну, кстати, мы сейчас видим, что в центре нападения ни Суперстаса, ни Пандоса нет. Видимо, при счете 0-1 они решили увеличить шансы на... Вот, кстати, похожий момент, как у нас был, когда нам забивали Fight Club GV очередной угловой. Заметил, что StarMix сейчас больше обороняется в эти минуты после забитого гола. И, ну, рано или поздно должен был случиться какой-то гол. И мы видим, что 91-й номер, Нарзиев, просто получив мяч на своей половине... Ты куда? Стой! Да, так и есть. Это Нарзиев, человек, который... Один пробежал все поле. Который забивает миллион голов в ЛФЛ, забивает очередной гол на кухне. Очередной миллионный гол в турнире. Да, кстати, я праздновал его фирменным боулингом. А, да? А как же это? Не сейчас было? Нет, не сейчас танцы будут. Сейчас был боулинг. Угу. Вот. Еще становится 2-0. Еще становится 2-0. Атаковал, атаковал Fight Club GV, но, увы... Пропустил. Да. Увы, пропустил. Здесь достаточно такой опасный момент. Я не помню, как зовут этого парня. Вам лучше подскажет Superstar. Мистер красавчик. Посмотрите у него на канале. Мы видим, что StarMix начал чувствовать себя увереннее после того, как счет увеличился. Уже пошли разрывы у Fight Club GV. И можно было увеличивать разрыв еще. И так оно и случается. Первый же тайм и 3-0 это серьезная оплеуха такая. Да, да. Это достаточно серьезная оплеуха. Если я не ошибаюсь, это... Да, это у нас первый номер. Так и есть. Это дубль. Дубль от Нарзиева. Итого очередной гол. Кстати, Нарзиев тоже там влетает в список бомбардиров. Мы чуть позже озвучим вам... Опять передачку Нарзиева. Ну, естественно, он на фланге. Причем заметил, что... Ой! Пустые ворота! 4-0! Да? Вы серьезно? Совершенно верно. Это Пышков, если я не ошибаюсь, отправляет мяч в сетку. Это получается уже четвертый мяч. Нарзиев тут делал передачу. Она не дошла. И через вратаря... Ну, естественно, у Fight Club GV в этот момент стали опускаться руки. Естественно, подниматься ноги. И этими ногами они пошли в атаку. Совершенно верно. Удар издалека в штангу мяч попадает. Ну, все равно получается им атаковать. Все равно они подуспокоились. Ну, так опущены только руки. Ты же правильно сказал. Ноги нет. Поэтому, ребята... Ну, естественно, с грустным настроением. Но с боевым настроем. Это тоже очень важно. Пошли в атаку. Уй, какой момент. Это штрафной удар явно. Ну, штрафной, наверное, с самой опасной точки, какая только вообще бывает. Потому что здесь очень близко. И здесь даже нет ближней или дальней штанги. Ну, типа для вратаря. Здесь любой угол удобен для того, чтобы пробить. Тренер Сэм бьет. Тренер Сэм не бьет. А вот зато... Это сработала история. Когда Сэм обманул не только тебя, да-да-да, а вратаря еще. Вот. Мы видим, что файтклап отыгрывает один мяч. И получается... Как много голов в первом тайме? 4-1. 4-1. Я был на этой игре. И там было очень много барабанов. Угловой еще один файтклап. Было больше барабанов или голов в этом матче? Удар. Но здесь все в порядке. Как быстро? Как быстро они выходят в атаку? Ну да. Сразу идет передача на фланг. Лай получает мяч и будет попытка ударов в дальнюю. Красиво. Как страдает человек. Как будто на сцене спел свою лучшую песню. Вот мы видим второй тайм. Файтклап GV атакует теперь в левые для нас ворота. Для нашей камеры. Видим мы очередные подачи в штрафную. Ну честно, по моментам, ну то есть, можно было и отыграть еще один-два мяча, используя хоть что-нибудь из этих подач. Потому что, ну, можно было попробовать, если бы ситуация сложилась чуть удачливее. Но сложилось, как сложилось, Нарзиев делает хет-прик. Ну, Нарзиев бутсы поменял. Он в первом тайме был в белых. Это отлично. Отлично, что ты запоминаешь, в каких бутсах был Нарзиев. И в этот момент, когда счет стал 5-1, стало понимание, очень многие начали подозревать, что Амгал специально сливы был в хетклап GV, для того, чтобы выйти на Рому, которая по ощущениям полегче, чем Стармикс. Хотя Рома закончила чуть выше по разнице мячей, чем Стармикс. Ну, Нарзиев, конечно, да, конечно, очень быстрый фланговый игрок. Он умудряется в штрафную войти, скатить, ну и, да. Нифига там от ударной волны капитан команды Стармикс увернулся от этого удара. Забевается гол, очередной 6-й Ефремов его забирает. Смотри, они опять в две передачи дошли до ворот. Ну, а дальше, ну, попробуем. Вот лучше Нарзиева бегать только Абольский. Ну, чувак, это FIFA. Это просто у человека большой пейс, и он по флангу добегает до ворот. Абольский зажимает и передачку добивает. Еще у него большое голевое чутье, можно тоже это сказать. 6-1. И большое сердце. Потому что он подарил фанатам Стармикса настоящий праздник. Тебя бы подписывать открытой группой. Видим мы, что Fight Club GV пытается, пытается... Вижу его разворотами. Совершенно верно. Администратор турнира МКС. МКС. Ты меня называла. Получается, он стырил мяч на заднем поле. О, смотри, опять стырил мяч. Да, да. Хорошие, хорошие. Пострелы, подача, рев бил, но не дают мячу дойти до ворот. И еще одна атака от Стармикса. Удар издалека. Ну все, уже устали игроки Fight Club. Тут уже пошли провалы между линией обороны и опорной линией. Из-за этого еще легче убегать Стармиксу. Приходится палить защитником, получать желтые карточки. Но тут уже ничего не поделаешь. Чем закончится штрафной? Видим удар, поворот. Здесь защитник с ближней штанги играет по мячу. Пандос. Одно из, наверное, первых касаний его на поле. Появился он в конце матча. И готов был, готов помочь своей команде, чем возможных. Отличный момент. Ну как здесь мяч не попадает? Пандос, кстати, ругается. Естественно, как такие персональные болельщики Пандоса. Хотелось бы нам, чтобы пошла эта передача. Ну там так надо было голову ему развернуть нападающему, чтобы увидеть Пандос. Ну да, он уже ушел под рабочую. Не знаю, под рабочую или не рабочую. Но очень удобно под левую ногу. Выкатил себе мяч, обведя последнего защитника. 6-1. Напомню счет, да? Если я не ошибаюсь. Ну, атака за атакой. И вот в этих эпизодах, наверное, можно было наиграть на еще один гол. Команде Fight Club GV. Потому что... Ой, ой. Требуется, да, передача в стенку. Но немножко не точно. Требуется передача. Смотри, все-таки отняли мяч. Попытка ударов защитника. Ну, было ощущение, что Fight Club GV минимум на пару мячей наиграл. Все-таки по опасным моментам, по ударам, которые они делали. А также отметим, что в этом матче не принимал участие Рыжикова, вратарь Стармикса, за которым всем нам приятно наблюдать. Так, Сэм. Уже на левом фланге он оказался. Опять такая... Вау! Красиво. Здесь, кстати, вратарь мог ошибиться. Был близок, по крайней мере, к этому. Элай. Удар. В дальнюю. Ответочка красивого удара сейчас была на Сэма от Элая. Вы делаете красиво. Мы можем не хуже. В штрафную. Как развернул защитника. Как развернул второго. Ну и здесь уже, да, здесь уже через передачу забивается очередной гол Стармикса. Ну прям в голову своему партнеру он попал. Ну да, фактически ударом туда его разошелся. Там уже осталось только лоб подставить. Итого мы можем сказать, что Стармикс обыгрывает команду Fight Club GV, потому что остаются считанные минуты. Осталось только выяснить, с каким счетом. Нет, сейчас еще главный момент для всех фанатов Пандоса будет. Да, разумеется, но он впереди. А счет 7-1. И, ну, здесь уже прям конец матча. Прям конец. Удар головой. Еще один. Ну, нужно отдать должное команде Fight Club GV, потому что я за это их полюбил. Даже при счете 7-1 видно, что они падают без сил, когда мяч уходит за линию ворот, куда-то в аут. Но все равно они продолжают биться, продолжают стараться, стелиться в мячах. И вот сейчас подоборолись до конца, и Пандос вроде бы забил. Но перед этим был свисток, показывающий, что бьется пенальти в ворота. Да, совершенно верно. Пандос недоволен, естественно, моментом. Но судья уже свистнул в момент, когда был замах у Андрея. Вот, конечно, если бы переиграть эту историю, я думаю, что сам главный арбитр пожалел уже. Он бы сказал, да ладно бы, лучше бы засчитать этот гол, который в целом не поменял бы общие картины на игре. Но это пенальти, которые доверяют Пандосу. Это пенальти... Свежему форварду, новому форварду Fight Club GV. Лучше надо, походу, сходить куда-то, потому что он очень плохо сейчас снимал. А он не на вышке был? Нет, он был внизу в этот раз. Видим мы, что Пандос разбегается. Удар! Мимо. И мяч летит мимо ворот. Вот. Пандос промахивается и остается без забитого гола на Кубке Celebrity. Ну, опять же, опять же, можно много говорить на тему того, правильно ли или неправильно, что не засчитали. Может быть, ну и после свистка бы засчитали бы, знаешь. Но так или иначе, по всем правилам настоящего футбола, был пенальти. Этот пенальти, к сожалению, не реализован. И еще момент у Суперстаса появляется. Удар в дальнюю! Вратарь спасает. Причем тоже Пандос мог отдать голевой пас. Передача от Пандоса принял Суперстас. Ну, это было вообще отличное окончание турнира было для команды Fight Club GV. Мне кажется, они бы не жалели тогда ни о чем. Что они прошли в целом до плей-офф и показали хорошую игру. Но, к сожалению, ни у Пандоса не получилось реализовать свой момент, ни у Суперстаса. Итого мы получаем финальный свисток и результат 7-1. Вот такие два у нас четвертьфинала подряд шли друг за другом. На матч победа закончилась Тудроц и Стармикс. Ну и, естественно, напоминаем, что нашим партнерам информационным, нашим другом информационным, и, кстати, аккаунт sports.ru в ВКонтакте постоянно оставляет комментарии в твоем паблике. И он самый активный, самый надоедливый. Поэтому, если вы будете такими же активными на sports.ru, именно есть тег, где есть все новости, дополнительные статьи, по тегу Амкау. Естественно, если вы будете там активничать, то вы автоматически можете победить в конкурсе. Там можно выиграть приставку, геймпад, приставку, корень, суффикс. И все это называется PlayStation 4. Еще можно выиграть футболку Амкауа, новую, футболку. Но, помимо всего прочего, если вы там, ну, очень активным будете, тогда Тема Нечаев лично вам на груди распишется. Это вранье. Нет, можно выиграть. Ну, я бы проверил. Ну, это, насколько надо быть активным. Это надо быть очень активным. Ну, это очень. Но внизу в описании мы оставили ссылку, где нужно быть активным. На сайте sports.ru И мы переходим к последнему матчу. Я думаю, что многие знают уже, чем он закончился. Это игра Ничего Обычного против Матч ТВ. Да, ну, знают, чем он закончился, но очень многие у меня спрашивают в директе, чем в итоге по результату закончился. И что будет. Переигровка, не переигровка. Дисквалификация команды. Поэтому давайте сейчас обсудим, как началась игра. И, честно сказать, матч ТВ в первые минуты удивил. Во-первых, мы видели на поле заряженного Шнякина. Во-вторых, мы видели передачи Андрея Тихонова. Мы видели... Ну, сейчас именно как раз от него была передача на Шнякина, на заряженного. Совершенно верно. Матч ТВ начал достаточно бодро атакуя. Также можно отметить, что в составе Ничего Обычного были усиления в виде Дани Махалина, в виде Суба. Это очень хороший кореш Литвина. Я думаю, что многие из вас знают такого блогера. Он тоже очень-очень известный, особенно в Инстаграме. Но ребятам на поле... Ну, Махалин, по-моему, вышел на поле, а вот Субу, по-моему, так не довелось сыграть. Нет, слушай, я видел его на поле. Видел? Он тоже выходил на поле? Ну, значит, мы... Я в сторису Ничего Обычного видел. Хорошо, хорошо. Да, Махалин я вижу. Да, да, совершенно верно. Хочется сказать, что Матч ТВ достаточно много атаковал. То есть не было такого, как вот у нас, когда мы отбивались на протяжении всего второго тайма в игре против Ничего Обычного. Матч ТВ свою игру начали уверенно. Несмотря на то, что все считали Ничего Обычного фаворитом, они начали с прессинга, они начали с уверенной игры и были готовы ко всем звездным футболистам в составе Ничего Обычного. Много борьбы, много передач на ход, которые не догоняются. Но, так или иначе, матч и так продлился недолго. Нам надо что-то вам показывать, поэтому... Ну да, особо ударов нет, но видно, что игра такая в центре поля. Битва за центр поля идет. Вот сейчас Алан может быть, как обычно, под себя. Нет, уберет. Нет, я ждал этого. Будет, не будет он этого делать. Бизекс на поле все так же. Попен тоже на поле. И вот очередная передача в сторону Шнякина не доходит. Дмитрий вышел с капитанской повязкой. Как всегда, он уверенно ведет свою команду вперед. Вот здесь нарушение свистит. Нарушал Роман Широков. Но уже тут претензии у него появились к судье, который, видимо, уже тут не согласен с решением Данте. Да, да, совершенно верно. Но, опять же, нарушение было. Это Ульян, тот чувак, который возил нас в центре поля в матче. Но Ильхана он не обыграл. Ильхан всегда просит это замечать. Нет, Ильхана тоже обыгралась. Но, тем не менее, видим мы еще один стык. И звучит свисток, конечно же, штрафной от матча ТВ. Удар. Ну, нет, это такое... Хотя, наверное, все-таки это удар. Это не была передача, потому что на нее никто не пошел. Бизекс пробовал издалека пробить. Он помнит, как на этом поле забивать. Углобой. О, дождь пошел. Да, дождь пошел. Солдатов пробегает мимо мяча. Промахивается. И, по идее, можно было как-то нанести удар, но не получилось. Нуров, Георгий, в одиночку влезает в штрафную. Не пускают его, не пускают. Но, видим, что не так-то много и моментов. Солдаров прям особо нету, да. Доходят до ворот. Есть какие-то удары, которые блокируются, даже несмотря на то, что они издалека. Вот еще. Шемякин по всей площади вообще бегает. Да, штрафной назначает Данте. Роман Широков. Передача в центре поля. Он остается. Здесь полстык. Еще один стык. И назначается штрафной удар. Штрафной в пользу игроков ничего обычного. Супер позиционная и оборона, и атака. Все играли очень осторожно. И вроде уверенно, а вроде и никто не шел вперед всеми силами, чтобы не оголить свою оборону. Вот такое вот соцсочетание. Я подобрал. Ульян. Опять он в центре поля. Играя на позиции опорного полузащитника. Умудряется возить всех на замахах. Убирает, разбирается и с Романом Широковым, и с Димой Шнякиным. Через стенку это штрафной, конечно же. Это штрафной, и это первая желтая карточка в этом матче. А Григорьевич? А Константин Генич не принимал участия в этой игре. Я же так ждал его в плей-оффе. Да, да. А он писал в смс-ке мне в этот момент и спрашивал, где можно посмотреть прямую трансляцию. Я его скидал. Прямую трансляцию ввели в паблике ничего обычного. Такая троица бы была. Вот из этого Широков нервничал, что Генича не было с ним в центре поля. Ну, вообще могу сказать, что Константина Генича не хватало. Мне очень не хватало. Очень хотелось бы его видеть. Угловой, конечно, здесь назначается. Посмотри, кто с мячом. Корнаухов. Все, совершенно верно. Ты проверил. Дима Шнякина, момент. Но здесь главный арбитр успел свистнуть до того, как... Слушай, ну, постепенно, постепенно матч ТВ приближается к чужим воротам. То есть они всей командой движутся, движутся поближе. Но вот Нича обычно тоже отвечает, но более такие из дальних позиций. А вот матч ТВ прям вот такой вот маленькими-маленькими шажками всей командой пододвигается к чужой штрафной. Совершенно верно. В центре поля Широков делает ту самую передачу на правый фланг. Вот неплохой момент удар. Ровно в руки Галкипера. Ничего, обычно, на замахе рукой убирается нападающий. Ну, наверное, здесь нужно, чтобы лакер был, чтобы вдали был удар. Один из трех он забьет. Вот эта передача от Тихонова, это, конечно, супер. Здесь, как Нагучев, насколько он спокойно знает, что он один, в такую зоночку мы свободную отдали, что он дальше ничего не сделал. Он до сих пор был в восторге просто от передачи. Пробовал обыграть Попена, и здесь зарабатывается угловой, если я не ошибаюсь. Все верно. Подача в штрафную. Будет попытка дальнего удара или нет, пока не ясно. Тихонова такая передача. Ну, ему в каждую дали. Да, да. Видим мы Попена. Ну, афу. Тут, блин, между ног проверяют легенду Спартака. Панок, Панок, Тихонова. И в этом эпизоде она не последняя, потому что дальше ничего обычного. Опять берет мяч под свой контроль и рано или поздно доводит его до Нурова, который еще один раз проверяет между ног Андрея Тихонова. Ну, это... Ну, знаешь, понятно, когда ты видишь перед собой по-футбольному известного человека, тебе хочется перейти на еще больше. Ну, слушай, я не думал, что он прямо его ждал. Он просто видит на него и летит. Ну, есть такое, да. Есть такое ощущение. Ну, опять же, не стоит забывать, что Нуров тоже игрок, который поиграл на профессиональном уровне. Это человек, который умеет и знает, как играть в футбол. Да, он не играл на уровне РПЛ, но на уровне второго дивизионного чемпионата России точно дело имел. Попадает тут... Ой, как Витя Кравченко играет некрасиво. Если не ошибаюсь, локтем то ли еще как-то, в общем, попадает на бухтаря в матч ТВ. Не так много времени игрового прошло, то есть... Ну, то есть замены все равно, видишь, что матч ТВ были. Уже вышел Кудрявцев, вышел и Нагучев, потому что вначале его не было. Да, да, совершенно верно. Ну, в конечном итоге мы видим вот такой вот эпизод, в который можно разбирать, наверное, очень долго, ну, прям очень долго, был ли тут пенальти или нет. Мы сейчас его обсудим. Вот та самая потасовка, которую видели во всех новостях вообще России, которые только были. А матч заканчивается, к сожалению, на этом эпизоде, потому что это драка, это нападение... Ну, все, в общем, из-за этого и произошло. Не поставил пенальти Данте. Широков не согласен, как вы видите. Естественно, он не согласен с грубыми словами. После этого Данте хочет уже достать карточку Андрея Тихонова, он начинает говорить, что не доставай. В ответ ему говорит Роман, что если достанешь, я ударю. Но он немножко не так сказал. И Данте, как настоящий судья, который уже принял свое решение и понимает, что это неприемлемо, потому что перед тобой не легенда футбола, а футболист, который сейчас на первом поле. Он достает красную карточку, ну и дальше вы все знаете. Главный арбитр всегда является боссом во время футбольной игры. И самое забавное, что на протяжении всего Кубка Селебрит, во время всех удалений абсолютно каждому говорили, что во всех командах, что не надо спорить с судьей, потому что он не отменит своего действия. И все все равно пытаются это сделать. И, ну, типа, это очень глупо. По поводу эпизода он действительно достаточно спорный. И тут под разными углами, то есть под теми ракурсами, которые мы видим, нет стопроцентного понимания. Ну, то есть в моем, честно, ну, типа, в моем понимании, здесь ставить в четвертьфинале при счете 0-0 вот пенальти за подобные столкновения, учитывая, что мяч изменил направление движения после касания, ну, мне кажется, что касался защитника, я бы не решился поставить пенальти в этом эпизоде. Какое твое мнение? Я в этом плане ничего не знаю, но разговаривая с Дантой, он там уже и советовался. Ну, да, да, да. Он действительно неправ, потому что, ну, ему многие скажут, что это действительно не пенальти. Ну, да, 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 совершенно верно. Ну, я тоже с теми судьями, с которыми советовался, мне тоже говорили, что это не 11-метровый удар. Тем не менее, мы отвечаем на главный вопрос, который задавался и в комментариях, и абсолютно везде, что будет с этим матчем. Но матч не продолжился. Матч не продолжился. Естественно, судьи, ну, во-первых, мы все как организаторы стали заниматься здоровьем Арбитра, здоровьем Данте. Мы вызвали скорую и полностью сообщили, судьи отказались дальше проводить этот матч, судить эту игру. Ну, и, соответственно, решение не может быть никакой иначе, кроме как техническое поражение матч ТВ. Соответственно, даже несмотря на то, что, наверное, для матч ТВ это был чуть ли не лучший матч. Вот по первые 25 минут это вот были идеальные для них, потому что они играли с командой ничего обычного и играли отнюдь не вторым номером. Но, к сожалению, матч ТВ покидает турнир. Это техническое поражение команды. Ну, я думаю, что оспаривать это решение... Да, никто не оспаривает. Да, Дима Шнякин, как представитель, как капитан команды, ответил за всю команду. И, в целом, я думаю, вся команда с ним согласна, что они принимают решение и руководство турнира и приносят свои извинения за то, что произошло на футбольном слое. Тем не менее, ничего обычного. Отправляются дальше, отправляются в полуфинал и попадают на команду StarMix. Да? Вот так. Хотел еще сказать, многие начнут осуждать всю команду матч ТВ. Мне кажется, этого делать не стоит, потому что, понятное дело, там видно и в кадре, когда все это происходит. И Рома Нагучев хватается за голову, потому что в шоке от того, что происходит. И с вратарем матч ТВ я общался с Димой Солдатовым, который сказал, что он до 4 или до 6 утра не мог уснуть, потому что полное опустошение, потому что ребята реально все выложились и старались показать лучший футбол. Мне кажется, Дим Геневич писал в этот же момент и тоже приносил свои извинения, хотя он был далеко от места событий. Хочется закрепить мысль, что действие Романа Широкова это не действие команды матч ТВ и это не общекомандное решение типа так поступить с Данте. это действие Романа Широкова, поэтому и команда матч ТВ совершенно не защищает эти действия и понимают и согласны с тем наказанием, которое произошло. Отправляемся смотреть, что же у нас по статистике. Что же у нас по статистике? Мы видим авторов, давайте закрепим, полуфиналистов. Мы понимаем, что по турнирной таблице у нас первый полуфинал от Торноба против Тудроц, второй полуфинал, ничего обычного против Старникса. Впереди у нас финал и матч за третье место. Список лучших ассистентов выглядит так, что до сих пор Лилюхин на первом месте, отдав за... Лилюхин уже давно где-то, я думаю, на пляже. Лилюхин давно не играет. Тем не менее, Крапивников подбирается медленно, но верно. Получается, да, и Фомич, и Лилюхин, они уже не участвуют. Да, они уже Крапивников, и Сипскана не участвуют. У Фенок и Крапивников могут побороться за звание лучшего ассистента. Совершенно верно, по бомбардирам все еще более интересно, потому что у нас есть стиль, который не забил, учитывая, что всего 25 минут сыграли, ничего обычного. Ну тут отличная гонка прям. Совершенно верно, Олег Дрожжук, который... Которого почему-то логотип Гел Пауэр. А, то есть нужно логотип Амкава. Надо слэш такой, знаешь. Слэш сделать и логотип Амкава. Хорошо, мы так и сделаем. Крап забивает 8, и Нарзиев забивает 8. И что самое интересное, в полфинале будут играть и Олег Стиль, и Крапивников, и Нарзиев. И Дрожжук, которого позовут еще в одной команде. Напишите в комментариях, как вам Олег? Олег Дрожжук. Дрожжук. Как вкусно, ням-ням-ням. В полфинал ничего обычного выходит не через футбольный матч, а через техническое поражение. Но зато другие матчи вы посмотрели. Были и разгромы, были и голы в дополнительное уже время за последние секунды. В общем, много эмоций. Положительные, отрицательные. Ну, как обычно это происходит в плей-офф. Хочется, чтобы полфинал и финал матча третья это было больше шоу. Нежели спортивная битва. Вот. Хочется настоящей крутой игры в футбол и настоящего шоу. Естественно, со знаком плюс, чтобы отличались оставшиеся матчи. Мы говорим вам спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте, что на канале у Темы Нечаева уже вышли ружаки. Можно туда заглянуть. Несмотря на все, да, конфликты, мы нашли смешные моменты одной четверти. Они тоже были и их много и, ну, только один, наверное, ну, максимум парочку просочилось в этот обзор. А все остальное эксклюзичком летит на канал Нечай. Обязательно в описании загляните. Лайки, 100 тысяч, и мы обозреваем с Темой уже полуфинальные матчи. Уже другие турниры. Всем спасибо, всем пока! Сейчас поменять наш мир Колокол и лайк просто нажми Денег полон будет карман И жить вечно будет маман Годные видосы тут будут чаще И Амкау снова затащит Большой палец вяжьми И после Смотри слева справа видосы Тык!